Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Аминь. Роман пишет тоже Аллилуйя, шалом, паспорт Сергей, Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за это доброе утро, благодарю тебя, Боже, за братьев, сестер, за всех, кто подключается сейчас, кто подключился уже, ну и за тех, кто потом в записи будет осмотреть эту трансляцию. Спасибо тебе, Господь, за эту возможность сегодня вновь выходить в эфир на этом канале Ютуба. Слава тебе, Господь, спасибо! Спасибо! Благоставляю всех подписчиков этого канала, Боже, уже достаточно много людей и очень разных, разных конфессий, динаминаций, организаций, юрисдикций, религий, традиций. Боже, всех сейчас благоставляю во имя Господне. Всех вас благоставляю во имя Иисуса Христа. Ольга, Дош, доброе утро, благоставений вам всем, Аллилуйя. О, спасибо Господу. Сегодня картинкой, заставкой для этой трансляции я поставил очень такое трогательное для меня местописание, вот, и я Богу очень благодарен вообще этим местописанием, вот, и этим фрагментам из Библии хочу вот, ну, прославить Творца моего, Господа, моего Спасителя, моего Возлюбленного, моего Искупителя моего, Иисуса Христа и Утешителя Духа Святого, вызываю сейчас к своему Небесному Отцу, к нашему Общему Отцу. Доброе утро всем, Аллилуйя. Слава Богу. Вот, и, братья и сестры, из восьмой главы сегодня пересматриваю, перечитываю, рассуждаю. По восьмой главе послание к римлянам апостола Павла, такое, его сравнивают с таким неким Евангелем от Павла, это послание к римлянам, вот, и в восьмой главе там содержатся очень интересные и важные такие актуальные истины, вечно актуальные, слава Богу. Так что, друзья, да, и сегодня утром на этой молитве хочу воздать, вот, сразу прям, вот, Богу всю славу Творцу нашему. Благодарю Богу моего. Сегодня, так, ну, день рождения у меня, вот, короче. Пятьдесят лет мне, да, исполнилось. Интересно. Как там один брат шутил, да и не один уже, я слышал сразу на вкус это все. Вот, повторю это. Теперь я, говорит, настоящий пятидесятник. Я был в гостях там у моих старых знакомых, друзей моих в Орле, вот, и там епископ Орловский, пятидесятник, значит, он сам из семьи пятидесятник, сам пятидесятник, значит, Павел Сергеевич Абашин, да. Он, значит, сказал, как раз был на его юбилей тоже, он чуть постарше меня, и я был как раз у них на служении там. О, с днем рождения вас поздравляю, спасибо, спасибо, Аминуйя. Вот. И там было служение, было собрание, и Павел Сергеевич там выступал, значит, и он сказал, вот теперь я настоящий пятидесятник, всех на лучших Божьих благословений вам. Спасибо, спасибо, братья и сестры. Вот, и, да, сегодня, ну, мы так особенно не отмечаем, в семье так, но, тем более, по поводу своих дней рождения, я, как бы, вообще, рувим до ста двадцати. Аминуйя. Да, слава Богу. Такое старое, доброе, еврейское пожелание до ста двадцати. Значит, да, и вот Павел Сергеевич говорил так, значит, на том собрании, вот теперь я, говорит, настоящий пятидесятник, вот теперь мне пятьдесят лет точно исполнилось. Да, а по поводу ста двадцати, в Киеве там один брат с еврейской, киевской, мессианской общины, значит, сказал, мы там рассуждали, общались, там в основном были сообщения как раз люди. Вот, и, а он сказал, возьми ты и скажи так, братья, а я хочу дожить до ста девятнадцати. Не ста двадцати, а ста девятнадцать. Так, братья замолчали некоторые, говорят, ему кто-то сказал, а почему, почему ста девятнадцать, почему не ста двадцать? А, так вот, чтобы на похоронах моих сказали, безвременно покинул нас. Да, потому что, да, так что, братья, сестры, благоставляю всех вас в этот день, а Богу всю славу воздаю, Богу благодарность воздаю, вот, и спасибо ему, говорю, за все. Спасибо, спасибо, аллилуйя. Благодарю тебя, Господь, благодарю, благодарю тебя за искупление, благодарю тебя за исцеление, освобождение твоего благословения, благодарю тебя, Господь, за все. Славлю тебя, аллилуйя. Господь, спасибо, аминь, аминь И благодарю Бога за жизнь Сегодня мне 50 Ну, моего земного бытия отмерено, да Вот, я отмечаю сегодня 50-летие Интересно, юбилей такой, да Вот, и дни рождения Ну, раньше я любил дни рождения Ну, как и все дети, наверное, в раннем возрасте любил Вот, до 12 лет, да, у меня это была любовь Потому что это, ну, поздравления, подарки Это особенный день для тебя всегда Вот, все поздравляют тебя Вот, много подарков всегда было Да, каждый год Папа с мамой дали какие-то подарки Ну, они дарили потом Но в 12 лет был мой последний день рождения Когда я радовался этому дню Ну, вот так вот, будем так говорить Ольга пишет, да, поздравить с днем рождения Доблась от вас Господь, все сохранит Да, благостоит ваш вход и выход Аминь, аминь Вот, дело в том, что когда Вот, в 12,5 лет я заболел и умер Тогда от пневмонии двусторонней Вот, поэтому я эту болезнь, эту хорошо знаю Потому что, зная ее в лицо Лично У меня с ней личные счеты С этой болезнью Вот, и со смертью тоже Потому что я, ну, умирал Знаю, что это смерть Кто не смотрел, можете посмотреть Мои здесь, на этом канале есть видео В Рогуте записывали Где-то еще записывали Личные посмертные переживания Сергей Журавлев Личные посмертные переживания И я там свидетельство об этом более подробно, конечно Вот, поэтому даже вот здесь, в Петербурге Немного так вот, опять приболев Вот, я, ну, ощущаю тоже болезнь Ощущаю те же симптомы Значит, и этот запах смерти Я прекрасно это знаю Вот, в 12,5 лет я это пережил Вот, и Да, тогда я умер И оба легких отеки моих Врачи не смогли спасти Уже было поздно Да, пусть Господь сделает вам Для вас хороший подарок В этот день Аминь, аминь Спасибо, сестра дорогая Спасибо Вот, и Но Я Бога не знал вообще Господь Даже теории никакой не знал О Боге О том, что Он вообще в природе существует Бог Вот, и И пережил Вот, когда смерть Ну, я умер Последние секунды Перед смертью Я знал, что я умираю Последние секунды я знал Мне не говорили, конечно Вот Ну, родителям сказали Врачи Мне мама, папа Потом уже рассказали Уже Я был уже взрослым Вот Значит, они мне рассказали Вот А тогда мне особенно Вообще ничего не говорили Вот Ну, болею, болею Как бы так вот поправлюсь Вот Ну, а мама плакала Она вышла что-то Плакала, значит А потом уже Рассказала мне мама Уже Через какие-то годы Что Врачи сказали Что уже поздно Знаете, вот уже все Уже Ну Мы ничего не можем сделать Уже Вот И Утешали ее тем Что Родители моих утешали Что У вас есть еще Сын Вот Ну Мой младший брат Вот Значит И Тоже, кстати Уже покойный Да Да Вот так вот И И говорили Что вы еще Молода Вы можете еще родить Если что Вот Ну Это было слабое утешение Конечно От врачей Вот И Ну И Я умер Но Последние секунды Перед смертью Я знал, что я умираю Вот До того я не знал Хотя Чувства Ну Уже задним числом Как говорится Были какие-то другие Я понимал, что Уже умираю Да Вот Значит И А здесь Значит Последние секунды Меня просто выдавливало Из моего тела Ну ладно Это уже Кому интересно Потом посмотрите Вот Эту программу Вот И Я был Пред Господом Я Видел Господа Я был там Вот И Знаете Вернулся Хотя Скажу это Ну это Неописуемо Сколько лет прошло До сих пор Мне это описать Ну Трудно И невозможно В общем-то Это Это другой мир Это Иное измерение Будем так говорить Вот Совершенно Но Я одно Скажу Что Бог Хороший Вот Он очень добрый Вот И Я Значит Испытал Его доброту Вот На себе Лично Никакой теории Не знал Что он добрый Он благой Не знал я Вообще Даже Еще за секунду До смерти Я не знал Что Бог существует Когда я понимал Что меня выдавливают Из тела Я думал Что вот сейчас Меня выдавят И все Ну До конца Додавят Я же понимал Что сейчас Додавят До конца Выдавят Из тела Вот И понимал Что и все Я перестану существовать Я испарюсь Я Вот Жил И не жил Приветствую Да Я Я сейчас В Питере Да Но Немного Приболел Поэтому сейчас Я особенно Не контактирую Даже Вот И сегодня Уже лучше Чувствую себя Да Вот Слава Богу Вот Даст Бог На днях Уже Буду Уже Как огурчики Говорят Тогда Уже буду Контактировать С людьми Сейчас Пока Вот Только Максимально Что Отлеживаю Сейчас Пью Чай С шиповником И Сейчас Выхожу В эфир Да Вот И Знаете До конца До конца Мая Буду Здесь В Петербурге Вот И Слава Богу Друзья Слава Господу Вот Пишите мне Мне братья пишут Здесь Сестры Пишут Уже На Ватсап На Вайбер По Вот Этому Российскому Номеру Можно По Украинскому Тоже Номеру Писать Ватсап Вайбер Вот Поэтому Я на Связи Вот Слава Богу Контакты Все Есть Под Каждым Видео Если Что Общаться Встретиться Конечно Конечно Пообщаемся Встретимся Да Я Сегодня Планировал Уже Встретиться Но Сегодня Наверное Я Не Поеду Вот На Встречу Честно Говоря Еще Слабость Такая Еще Вчера Вышел Вот В парк Здесь Прогуляться Вот Так Что С удовольствием Огромным Пообщаемся Вот В эти Дни Вот Даст Бог Завтра Я буду На Сегодня Планировал Но Сегодня Не Поеду А Поеду Завтра На Нарвскую Нарвскую Если Вы Там Где-то Поблизости На Нарвской Старо Петергофская Улица Старо Петергофская Возле Станции Метро Нарвская Вот Если Вам Завтра С утречка Так Вот А Если Нет То Вечером Договоримся Короче Пишите Да Спасибо Спасибо Огромное Спасибо И Вот Знаете Друзья Братья Сестры Вот Сегодня Разрушляя Об этом Я читаю Послание Кремлинам 17 Я работаю Приходи Аллилуйя А Да Слава Богу Аллилуйя Это Хорошо Спасибо Кстати С утра С 17 Можно Утром Приходить Уже Да Вот Саша Если Утром То Я Забиваю Себе Просто Очень Хочу Хочу Да и с тобой Увидеться Давно Не виделись Брат Возлюбленный Вообще Слава Богу Я Поэтому Не сообщал Потому Что Я приехал Уже Честно Говоря Хвором Таким С 10 Отлично Все В 10 30 Я у тебя Тогда Саша Я у тебя Буду В 10 30 17 Числа Слава Богу Как раз Получается Да Все Успеваем Вот И пообщаемся Хоть Да Вот И В послании Кремлина Написано Значит 8 глава Читаю Здесь С 1 стиха Итак Нет Ныне Никакого Осуждения Тем Которые Во Христе И Иисусе Живут Не по плоти Но по духу Потому Что Закон Духа Жизни Во Христе Иисусе Освободил Меня От закона Греха И смерти Есть закон Духа Жизни Аллилуйя Аллилуйя Вот А нет закон Греха И смерти Вот И как закон Ослабленный Ну имеется Духа И смерти Не духа И жизни Да Плоти Был бессилен То Бог Постал Сына Своего В подобии Плоти Греховной В жертву За грех О Спасибо тебе Иисус Спасибо Спасибо Агнец Божий Был послан Действительно В подобии Плоти Греховной В жертву За грех В жертву За грех В жертву За всех Нас Принесен Аллилуйя И осудил Грех По плоти Чтобы Оправдание Закона Исполнилось В нас Живущих Не по плоти Но по духу Аллилуйя Духа Жизни Закон Духа Жизни Аллилуйя Этим Живу Я Ибо Живущие По плоти Вот Закон Плоти Да Плоти Закон О плотском Помышляют Вот Религиозные Потуги Человечества И в христианстве И вне христианства Без разницы Все религиозные Религиозные потуги Человечества Спастись Собственными усилиями Религиозными Традициями Верованиями Вот Учениями Бесполезно Только он Только Господь Только Бог Только все целые Павания на него Даже не на веру свою И не на Религиозную традицию Не культуру Тем более Религиозную Не на что Нет Не на динамирацию Не на конфессию Бесполезно все Только на него Только на Господа нашего Вот О плотском помышляют Да А живущий по духу О духовном Закон духа жизни Вот мы Только о духовном Должны помышлять Потому что это Действительно так Только на Бога уповать Только на Господа Все Наше спасение Это только Господь Вот Мир Жизнь и мир Потому что Плотские помышления Суть вражда против Бога То есть Вот эти вот Как раз все В первую очередь Речь о Законе Плоти Это вот как раз Религиозный Вот Действительно Попытка спасения Религиозными Делами Там и прочее Значит Бесполезно Это тупиковый ветвь Будем так говорить Это вражда против Бога По сути Это вражда против Бога Ибо закону Божию Не покоряются Да и не могут По всему Живущие по флоте Богу угодить не могут То есть Хотя даже и стараются Да Религиозные люди Угождать Богу Но не смогут Абсолютно Ничем Есть самые радикальные Способы Но бесполезно Ничем религиозные Но если брать Нашу православную традицию Культуру православную То допустим Как обычно Народ мыслит православный Но чаще всего Из своего опыта Уже более чем 30-летнего опыта Служения православного Священнослужителя Я вижу Это вот Чемхождение в церковь В храм допустим Ну раз в неделю Я пришел в храм Ну два раза в неделю Там больше Реже Чаще Вот Праздники соблюдаю Посты Гавею Значит там Причищаюсь регулярно Исповедуюсь Значит да Что ну Как бы Делаю добрые дела Какие-то там Милостями совершаю Там Что-то еще То есть много Есть всяких Религиозных дел Которые как бы По сути успокаивают душу Но все это Вражда против Бога Все это Любые дела Наши религиозные А это все Вражда против Бога По сути Но сами по себе Если Если упование Именно на это все Если это не Если любви не имею То ничто То есть если Христа Иисуса я в центр Не ставлю Любовь Это сам Бог Если я Бога Не имею Христа Иисуса В центре не ставлю Своего всего бытия То Ким Вал Звучащий Все Гимн любви Это гимн Иисусу Христу Это слава Иисусу Христу Вся Аллилуйя 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 Но вы не по плоти живете А по духу Если только дух божий То есть каким образом Мы живем по духу Да Если только дух божий Живет вас Все Если же кто духа Христова не имеет То ты не его И бесполезно здесь Никакие рясы Ни костюмы Ни пиджаки Ни что не помогут Нам Ничто Абсолютно Только дух Христов А если Христос вас То тело мертво для греха Все А дух жив Для праведности Вот так вот Если же дух того Кто воскресил Из мертвых Иисуса Живет вас То воскресивший Христа Из мертвых Оживет и ваши Смертные тела Духом Святым Живущим вас Аллилуйя Итак Братья мои Мы не нужники плоти Чтобы жить по плоти Ибо если живете по плоти То умрете А если духом умершляет Елена плотские То живы будете Вот так вот Ибо все Водимые духом Божьим Суть сыны Божьи Вот Бога сыновства Собственно Вот Что дает Жизнь По духу Самое главное Самое основное Бога сыновства Когда я Там общаюсь С некоторыми людьми Допустим Вот на Тему веры Люди Традиции Все Я говорю Для меня Христианство Это Христос Я вот Об этом говорил Кстати Вот недавно Да Вот в Кривом Роге Опять В Доме Хлеба Церкви Мы говорим Христианство Да Я говорю Христианство Подразумеваю Христос Я говорю Христос Подразумеваю Христианство Для меня Мое христианство Это Христос Это не традиция Это не православие Или протестантизм Или католицизм Или всякие Измы Прочие Всякие Измы наши Это человеческие А вот для меня христианство это сам Христос, Иисус мой Спаситель, мой Господь. Это Дух Святой Утешитель, живущий во мне, это жизнь новая, это Бога сыновства, Он Бог мой Отец, а я Его Сын. В этом все, в этом вся жизнь, в этом моя вера, в этом мое христианство. И это жизнь в духе, жизнь духовная, настоящая духовная жизнь. Да, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Закон плоти, религиозное подвиги все спасения, они всегда в страх приносят. Такой урок делайте просто для меня. Аллилуйя. Спасибо, брат дорогой. Аллилуйя. Потому что это страх приносит. Религия, она всегда приносит страх. А вера, истинное богосыновство приносит радость и мир и любовь. Вот это, ну, это противоположные вещи. И в этой главе очень хорошо об этом Павел пишет как раз. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Ава, Отче. Ава, Авину. Авину, Отче. Славянское выражение, Отче, это не Отчим. Да? Как в той песне поелся у Алексея Гудяева. Я для тебя не чужой и не Отчим. Я добрый Отец. Я, Ава, Отче родной. Мое сердце с тобой. Мой сын дорогой. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Ты не чужой и не Отчим. Ты, Ава, Отче. Невеста Христова, сестра и брат. Аллилуйя. Да, да, сестра. Слава Господу. Все мы, братья и сестры. Вот. И благодарю Бога всемогущего. Аллилуйя. Вот. И Отче, Авину, Отец, это более понятно. Вот. И для, допустим, и до Иисуса Христа, до нашей эры, как мы говорим, да, до эпохи благодати, евреи, религиозные, набожные люди воспринимали Бога как своего Отца, безусловно. И вот эти молитвы, древние еврейские молитвы, имеют порой такие высказывания, да, вот слова такие, Авину Шеба Шамай, да, или Авину Малкейну Шеба Шамай, мы Отец, ну, Бог мой, да, Царь мой. Отец, который на небесах. Отец небесный нас, или Отче наш, Ежиеси на небесе, там по слове отца, да. Вот. И это было знакомо евреям и Библии, пожалуйста, и Ветхом Завете есть об этом так вот, тоже скользко указание. Вот. Этим жили миллионы, как говорится, трудящихся, да, и до пришествия Машиаха, до Рождества Христа. Вот. Но с момента, вот, пришествия эры благодати поменялось настолько все радикально. Дух Божий поселяется в сердцах верующих, и мы становимся храмом Бога Живаго, и поселяясь внутри нас уже, Дух Бога взывает, Руа Хакадош, да, Он взывает Дух Святой, Аба. Аба, значит, Папочка, Папуленька, Папенька, украинскую новую Татузь, Таточка, Отец, Папочка. То есть Дух Святой взывает, который поселяется внутри человека, как в храме своем. Аба, Отче, то есть Папочка, Папа, Папуленька, Отец. Это человеческому уму непостижимо. Для многих религиозных людей, допустим, для мусульман, допустим, да, для представителей разных других религий, то есть для миллиардов людей на земле, даже отцом назвать Бога, это, ну, высшее человеческое понимание, это не влазит в понимание религиозное, и это противоречит даже убеждениям религиозным. Отцом для смертного, не называя его, да, как в одном из, значит, в одном из стихов, там, аятов, значит, Корана говорится. Вот, и в русском переводе. И интересно, но здесь не просто даже отец, здесь папочка. Это вообще не влазит, даже многим христианам это, ну, если не возрожден свыше, вообще бесполезно об этом даже говорить. Вот, потому что это, кажется, воспринимается на уровне, там, как вот для мусульманина, назвать отцом Бога, это как богохульство, как кощунство. Вот, знаете, из-за этого во многих странах ислама могут и просто убить тебя за это, за подобное высказывание, что Бог твой отец, а ты его сын. Вот, и у Бога нет сына, это точно, я раньше была мусульманкой, да. Я сам, вот, тоже мусульманин, можно сказать, по матери моей, по матери я Ибрагимов, это Талин я по матери, вот, и, значит, и сейчас мои братья, многие сестры стали такими ревностными мусульманами. Хотя в советское время мы жили, ну, да, обрезание было, ну, как бы, ну, курбан ели мы там, значит, там, не знаю, что у нас. У нас не было традиций религиозных, хотя дедушка мой, дедушка мой Галя Ахмед, он обрезал у нас всех мальчиков татарских и еврейских тоже, приносили к нему, вот, как опытному такому, будем так сказать, обрезальщику, вот, и, но, значит, новое, у нас это больше было связано с культурой, наверное, с культурой, традицией, национальной, там, народной, там, культурой, вот, вот, нежели с религии, у нас ни мечети не было, ни синагоги не было, где мы жили, там, в Поволжье, вот, это сейчас, там уже есть, уже не одна мечеть, там, вот, стоит, значит, значит, и мне там дают слово, кстати, я приезжаю, когда, как гость, тоже вряюсь с крестом, там, и сверху халат еще одеваю, там, тюрбан, значит, и, там, делюсь, там, словом, ну, как гости дают, тем более, что там больше полмечети, это те, кто знают меня хорошо, и, значит, и мы его дедушку знали хорошо, он их всех обрезал, там, будет довольствовать, да, вот, надеюсь, Христос, Господь наш, коснется сердца ваших родных, аминь, да, я всем, там, им, инжины подписал, пораздарил всем на татарском языке, новые заветы всем, вот, и, а одному из братьев моих, там, Ринату, мы с ним общались, в Казани, уже общались, он живет в самом Казани теперь, вот, вот, ну, хороший человек, порядочный, честный человек, но, знаете, вот, я Ринату сказал, вот, при всем уважении, а он стал таким мусульманином, вижу, там, у него, там, только халяль все, коврик у него, там, молится регулярно, ну, молодец, как бы, ревностный человек, но, опять-таки, это производит только страх, в конце концов, а настоящая свобода, это через, вот, действительно, Бога сыновства, и я сказал ему тоже, Ринатке, что, говорю, вот, знаешь, говорю, братишка, говорю, вот, значит, ну, в Куране, говорю, 99 имен Бога Всевышнего, вот, в Библии я могу те же самые тебе назвать, имена, титулы, вот, то, что вы называете, вот, да, вот, в Куране я могу это в Библии назвать все, что он Всевышний, он всесильный, там, он, там, судья, он, там, праведный, он, там, человеку любимый, там, ну, все это могу назвать из Библии то же самое, все эти 99 имен могу назвать тебе, но, говорю, в Библии есть то, чего нет в Куране, а для меня это, говорю, вот, именно как раз того, чего не хватает в Куране, для меня это самое ценное, а он такой, Ренат, мы с ним сидим там, кушаем, чистим все чисто, халяль, моляль, ну, да, вот, значит, и, и, а он спрашивает меня, а что, вот, как бы, для тебя самое важное-то, а я говорю, а знаешь, говорю, для меня самое важное, что он мой отец, а этого в Куране, говорю, нет, говорю, вот, вот так вот, вот, но, поэтому я, говорю, ну, я не могу быть мусульманином, вот, ну, в твоем понимании, вот, не могу, потому что для меня он мой отец, он мой папа, я уж не говорю ему, что папочка, потому что, ну, это бесполезно говорить даже, потому что это только лишь среди своих, понятно, те, кто имеет Духа Святого тоже, кто Духа Святого не имеет, тот просто не его еще, то есть еще не знает, еще Бога, по сути, так вот, как надо. Сей самый Дух в 16 стихе написано, 8 главы, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться, ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнению с той славой, которая откроется в нас, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, аллилуйя, потому что тварь покорила суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью в свободу славы детей Божьих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, ну и сейчас до ныне тоже, да, и не только она, то есть все творение, да, стенает и мучается, действительно, весь мир растительный, животный, человеческий наипаче, человеческий мир, все творение стенает и мучается, вся наша планета, вся наша земля сама, и вот, и мы в себе стянаем, пишет он, да, по-моему-то, ожидая усыновления, то есть, по сути, положа руку на сердце, я от Рената это не услышал, от своего брата двоюродного, но, знаете, я понимаю так на сегодняшний день, четко я понимаю это, что любой человек, даже если он это религиозно, политически или как-то еще культурно отрицает, он все равно, любой человек на этой земле, даже если он вырос, как Маугли, где-то в джунглях со зверями, все равно, любой человек, как говорится, гомо сапиенс, да, он мечтает внутри, глубоко внутри своем сердце, об этом Бога усыновлении, стянаем в себе, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видят, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, или там буквально с греческого нечленораздельными воздыханиями, вот даже так вот, вот так, испыдующие же сердца знают, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей, Аллилуйя, очень люблю эту тему, очень люблю молиться, молиться на языках иных, как Ду дает провещевать, Аллилуйя, притом знаю, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, Аллилуйя, Аллилуйя, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, вот этот 29 стих, кстати, я как раз и обозначил сегодня заголовком для вот сегодняшнего эфира, сегодняшней трансляции, 8.29 именно, предузнания и предопределения, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего, кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их, кто осуждает, Христос Иисус умер, но и воскрес, он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас, Аллилуйя, кто отлучит нас от любви Божьей, знаете, друзья, никакая тварь написана, да, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляют нас всякий день, считают нас за Олец, облеченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Подписываюсь под этими словами Павловны, сто процентов подписываюсь. Слава Богу! И как мудрецов еврейских однажды в древности спросили, еще спрашивали, вопрос такой задавали, все предопределено или есть выбор? Мудрецы размышляли, совещались, молились и выдали такой ответ. Все предопределено и есть выбор. Вот так вот. В вопросе звучало или, а в ответе просто и. Потому что действительно в нашем ограниченном, тоже реальном мире, но как я вчера говорил, вот тоже иногда часто повторяю подобное, что в Божьем более реальном мире, будем договорить, этот мир тоже реальный, тоже хороший, да, но он не такой реальный, как Божий мир реальный. Наш мир, он ограничен во многом, и в частности временным измерением, временным пространством, это значит, да, значит, там, и удивительно, конечно, вот этим. Мы живем в мире весьма ограниченном, тоже хорошем, прекрасном, в нем есть свой шарм, свой вкус, как бы и вообще он прекрасен, как-то поется, помните, да, «Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир». А я иногда пою, «Как прекрасен Божий мир, посмотри, как прекрасен Божий мир». Потому что Божий мир, он еще более прекрасен, ну не то, что еще, нет, это даже не сравнение никакое, просто это, знаете ли, это как, кстати, в Эрмитаже, ой, я пережил еще подростком, в Эрмитаже такое, как сказать, откровение, что выжарится. Вот. У меня было много иллюстраций, значит, репродукций, разных картин, разных работ, работ старых мастеров, вот. В частности, вот Леонардо да Винчи. Я учился в такой школе, общеобразовательной, и учился в школе художественной параллельно, да, значит. А потом после школы пошел куда? Ну, в училище пошел художественное. Закончил училище художественное, то есть я художник по своей специальности, такой доцерковный. Вот. И обучаясь еще в школе художественной, в Орле, знаете, я очень любил порой часами разглядывать вот эти репродукции, вот. Я эти картины тогда еще не видел оригинально, а потом нас повезли в Ленинград. Да, это дело было уже после Олимпиады как раз до 80-го года. Ну да, уже Олимпиада как раз прошла. Я не помню, ну, короче, это было после Олимпиады уже. Потому что до Олимпиады мы не ездили в Ленинград, вот, только в Москву ездили, значит. А потом стали ездить и в Ленинград. И вот мы поехали в Ленинград, сюда вот, нынешний Петербург, вот, и были на этих вот, ну, в Эрмитаже, первое мое посещение как раз Эрмитажа было тогда. Вот. И, знаете, я помню, вот, как вы себе помните, чудо-наминовения. Я, может, деталей мало помню, но помню вот эту вот, знаете, импрессию, вот это впечатление, как художники говорят, от увиденного. Это шок. Знаете ли, вот, в моем сердце, подростка, это был просто шок. Ведь я часами разглядывал репродукции, в частности, вот, Леонардо. Даст Бог, 17-го, посмотрю, как раз тоже, Леонардо. Мадонна Лита, да, вот, Мадонна с щекленком. Это работа, я не знаю, вот, тогда я просто был очень сильно впечатлен. У меня было несколько разных ее репродукций, ну, знаете, как обычно, советские репродукции какие. Ну, печать была некачественная совершенно, конечно. Вот, порой, ну, все там репродукции, там, с вами их было, четыре, по-моему, разных, ну, три больших, и одна такая. Короче, и на всех репродукциях цветовая, ну, передачи, цветопередачи была разная. Вот, и как бы я рассматривал, и вот, видел все это. Но когда увидел оригинал уже, я был просто впечатлен. Я, вот, как бы видел мастера, его движение кисти, его, ну, это потрясающее переживание. И, знаете, вот, нечто подобное, ну, чтобы для сравнения, вот, вот, если жить в этом мире и пережить встречу с Богом, это с оригиналом, с оригиналом, с настоящим. Здесь тоже все хорошо, но это как репродукция, это как вот, как вот, отблеск. Оно не настоящее на самом деле, оно, оно, здесь все не настоящее на самом деле. Оно настоящее, оно настоящее, но в сравнении с настоящим, более настоящим миром, это не настоящее. Оно тоже красивое, но в сравнении с настоящим красивым, это ничто просто, вот, реально ничто. Ну, вот, не в обиду никому будет сказано. Значит, знаете, друзья, нет, я люблю все это, я люблю и пышную природу увядания, и все, в багреце золото, одетый леса, допустим, осенью, я тоже люблю, но это ненормальная ситуация, знаете ли, на самом-то деле Бог, в нем нет смерти, никакой тени нету, в нем нет увядания там и прочих этих вещей, ну так вот. Так что даже нашу землю, матушку, как говорится, да, мы видим уже со всякими там этими следами уничтожения, будем так говорить, да, и смерти, гниения, там, значит, там, разложения, но этого, в оригинале нет этого. Это, ну, трагическая история нашей земли, она, вот, по Библии мы видим, да, откуда все идет, от грехопадения, ну, 5779 лет тому назад началось все это с половины, вот началась такая вот катавасия у нас, все не так, как надо. Но, слава Богу, 2000 лет назад пошло все на поправку, потому что по милости Господней Бог нам Спасителя дал, Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, Боже, благодарю тебя, милостивый государь, благодарю тебя, Бог Богу, благодарю тебя, Господь, за это доброе утро, благодарю тебя за братьев моих сестер, благодарю тебя, Господь, за жизнь, благодарю тебя, Господь, за все, Аллилуйя. Благодарю тебя за день рождения. Благодарю тебя за все. Аллилуйя. И до 13 лет я праздновал дни рождения. Да, и любил. Но свой 13-й день рождения я уже, ну родители по-прежнему подарки давали, так же там все, всякие вкусности, смокологи там готовили. Но я, может быть, еще и как бы, ну я, конечно, присутствовал на этих днях рождения, последующих, но убегал, часто прятался и просто плакал. Мой 13-й день рождения и последующие, они были, ну в основном такие были, потому что я знал, что вот прошло еще какое-то время, да, вот год и, ну тогда меньше года, вот с момента встречи. Я знал, что я снова буду перед ним, и вот я не сделал из того, что вот обещал, во-первых, и мне хотелось еще это сделать, чтобы вот, ой, ладно, спасибо тебе, Господь. Вот сегодня тоже 50-й день рождения, да, но хоть плачь на самом деле. Многие вещи, вот, есть неисполненные, вот, и я благодарю Бога за Его любовь, которая сильна как смерть, она сильнее смерти, эта любовь даже, я так скажу, аллилуйя. И сегодня, вот я принимаю причастие, у меня сегодня вот здесь вот, я, как и вчера, сегодня тоже принимаю причастие вот таким образом. Вот, беру, вот, шпопника. Термостик сейчас, либо что-то поблюсти. Возьму хлебушку немного, вот, и помолюсь. Знаете, само причастие, евхаристия, это не просто хлеб, да, или вино, нет, это я часто совершаю причастие даже просто вот, особенно где-то, дороге, там, бутылочка воды, там, хлебушек, сухарики, какие-то, чипсы, там, не знаю что. Причастие совершается не просто ртом, совершается причастие здесь и здесь. Совершается причастие умом и сердцем. Евхаристия, причастие, хлебопреломление, оно совершается и вот таким образом, контактным, и бесконтактным нашим рассуждением. Аллилуйя. Вот, и наше евхаристия, причастие, это наше единение со Христом, и во Христе единение с нашим Отцом в Духе Святом удивительное. Человеческому уму непостижима тайна. Тело и крови Господа, тело и кровь Иисуса Христа сегодня, это я, это ты, это миллионы-миллионы верующих. Все, кто действительно спасены, Бога усыновлены, сыны и дочери, Творца Великого, нашего Отца. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной. Благодарю тебя за все, благодарю тебя за за Голгофу, за кровь, благодарю тебя за чудо вечной жизни, ибо так ты возлюбил мир, весь этот мир. Боже, ты любишь нас, и ты доказал свою любовь, отдал Сына Своего за нас, кровушку Свою пролил за нас, чтобы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю тебя, Господь, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, присчастливую, новую жизнь, Ава, Отче, спасибо, спасибо. Аллилуйя, Аллилуйя, папочка, отец, Бог мой, Творец, небо и земли, всего видимого и невидимого. Благодарю тебя, Господь, Божий, мы с тобой одной плоти и одной кровью, ты временный и вечный, ты Бог бесконечный, безграничный и ограниченный и безграничный. Спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя, Боже, за все, благоставляю великое имя Твое, и сегодня эту Евхаристию, это хлебопроломление, причастие тела крови Твоих, я принимаю с благодарением этим, Боже, за все эти годы моей жизни возношу Тебя хвалу и славу, за каждый день, за каждый вздох, за каждое мгновение, возною Тебя хвалу и славу, за этот прекрасный отблеск Твоего прекрасного бытия, Боже, за эту прекрасную реальность, прекрасный мир, отблеск Твоего Божественного величия, Твоего прекрасного, безграничного, вечного. Спасибо Тебе, Господь. И я, как отблеск Твоей вечности, о, благодарю Тебя за все, благодарю, спасибо, спасибо Тебе, Господь, спасибо, 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою Ты отдал, о, спасибо, Иисус, спасибо, за все спасибо, 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 Благодарю тебя, Господь, Боже, принимаю с благодарением тела Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, аминь, тело Христово, примите, братья, сестры, источника бессмертного, вкусите, аминь, 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 Спасибо, Господь, спасибо За Голгофу и за кровь Благодарю Тебя за спасение Твое Благодарю Тебя, Господь, за исцеление Твое Благословение Твое через кровь святую Агнца Твоего Благословен Бог наш, благословен любящий, прекрасный Отец Небесный Спасибо, как Сын Твой, я преисполнен просто благодарности Тебе, Господь, сегодня В этот 50-й день моего рождения Я благодарен Тебе, Господь, за все Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, спасибо Аминь Аминь Кровь Христа, Иисуса, кровь Христа омыла меня Кровь Христа благословила меня Свобода через кровь Христа Исцеление через кровь Христа Спасение через кровь Христа Свобода через кровь Христа Силы тьмы трепещут, они побеждены Дух, душа и тело совершенно спасены Есть совершенное спасение Спасение через кровь Христа Аллилуйя, аллилуйя Спасен я через кровь Христа Исцелен я через кровь Христа Благословлен я через кровь Христа Благословлен я через кровь Христа Спасен я через кровь Христа Силы тьмы трепещут, они побеждены Дух, душа и тело совершенно спасены Есть совершенное спасение Спасение через кровь Христа Аллилуйя спасибо тебе господь спасибо спасибо господь боже за все за все благодарю тебя аминь благословляю всех вас братья и сестры дорогие друзья друзья церковной реформации аллилуйя 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 потом сообщение прочитаю и постараюсь ответить если вопрос у кого есть под видео там даже не в чате в этом лучше писать под видео там я стараюсь регулярно проверять и отвечать на вопросы благословляю всех вас благословляю сегодня свой дом также благословляю супругу смотрелиться но и на сергеевну детей наших всех наших внуков наших благословляю во имя господне всех вас братья и сестры с миром божьим да благословит тебя господь и сохранить тебя до призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилуй тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя иисуса христа аминь из города санкт-петербурга божьей милостью архиепископ сергей жаулев реформаторская православная церковь христа спасителя мир всем вам и благодать да умножится в познании его любви в познании господа нашего и спасителя иисуса христа аллилуйя и ни в ком другом нет спасения дамы и господа братья и сестры ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надвижало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся аллилуйя аллилуйя слава богу аллилуйя благословляю всех вас во имя господне благословляю во имя иисуса христа обнимаю целую всех имени господни аллилуйя благословляю аллилуйя спасибо спасибо так что друзья вот и завтра утром тоже подключайтесь 6 утра 6 до 7 вот в это время вот и кто утром свободен вот с 9 утра я буду даст бог как говорится богу будет угодно живо здорово будем на наровской станции метро наровская старая петергофская улица там вот пообщаемся раз помолимся вместе вот значит пишите на вайбер и ватсап по этим номерам но лучше по российскому номеру пишите эти эти номера там указаны под каждым видео номера мтс и теле 2 эти номера можно можно пополнять с россией и финансово тем самым участвовать в моем служебе или же карточку сбербанк лучше пополнять и даже вот и насчет и вот по этому номеру который мтс по нему зарегистрирован сегодня и будет в питере собрание у нас завтра это не то что собрание соберемся помолимся пообщаемся утром завтра утром сегодня не будет собрания планировалось планировалось но сегодня не поеду никуда вот завтра вот адрес сейчас пока не сообщаю насчет но помню что улица старая называется старо-петербургская улица станция метро наровская вот это я помню меня там встретит я там еще не было кстати это меня я поеду первый раз туда меня там встретят возле метро и проводят меня напишу попозже тогда хорошо в социальных сетях в сети facebook смотрите facebook на моей странице объявление там даю вот и общаемся посидим там попьем кавы кофе попьем пообщаемся хорошо друзья все с богом с миром божьим аллилуйя спасибо господь боже за этот эфир за все братьев сестер спасибо господи спасибо благодолю тебя